МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горячий, большой и пламенный. Всем вам, дорогая республика, дорогая молодежь, и всем, кто сейчас включил телеканал Юрган. Наша программа, она как огромная сессия. Каждую пятницу зачет. Но, пожалуй, это самая приятная сессия, которую только можно себе придумать. Почему? Потому что, чтобы сдать зачет, достаточно просто понравится вам, нашим зрителям. А также заходите в нашу группу ВКонтакте «Зачетная пятница» и решайте, получится герой зачет или нет. А также звоните по номеру 469060 и задавайте любые интересующие вас вопросы. Ну и, конечно же, ни один наш зачет не обходится без качественного музыкального сопровождения. Сегодня творцы вот этого волшебного саунда в живого будут у нас тоже присутствовать. Они, собственно, уже здесь. Это великолепный, яркий коллектив, с которым вы сегодня познакомитесь. Группа «Джаз Дуэт». Отлично. Судя по всему, настрой у ребят очень такой боевой. Катя, а как ты думаешь, кто вот эти яркие персонажи на наших ярких диванах? Не, не отвечай. Ответим чуть-чуть позже. По пути нашей передачи. Греч, слушай, у меня вот, кстати, тебе встречный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве? Я хотел стать Человеком-пауком. Ну, а что, очень мужественно судьбу вершить, людям помогать? Почему нет? Очень круто, на мой взгляд. Почему не я? Ну, слушай, такие мечты детские вообще не часто можно воплотить, мне кажется. Но есть люди, которые их воплощают, которые это посвящают очень много времени свободного. Собственно, они тоже среди нас сегодня, и мы с ними познакомимся, конечно же. И, Катя, если ты еще не поверила, то ты сейчас поверишь. Мы увидим и узнаем, кто же пришел сегодня к нам в гости. Внимание, визитка. Аспирант СГУ Прокопий Улешов и сотрудник юношеской библиотеки Людмила Бженбахова, организаторы первого в республике фестиваля популярной культуры «Сыркон». Он состоялся в 2015 году в Сыктывкаре. «Сыркон» объединяет любителей комиксов, мультфильмов, научной фантастики, сериалов, настольных и видеоигр. Совсем недавно Прокопий Улешов исполнил свою давнюю мечту побывал в Европейском центре комиксов в Брюсселе. Людмила Бженбахова тоже любит путешествовать. А дома в столице Коми верит, что вносит весомый вклад в развитие гик-культуры. И вот в нашу студию буквально влетает яркий, позитивный Прокопий Улешов и очаровательная Людмила Бженбахова. Рады вас видеть сегодня. Привет! Привет, ребята! Привет! Рад видеться, ребят, садитесь. Ну, а это Люся. Ну что ж, похоже, сегодня нас ожидает яркая такая вечерняя пати, просто много цветов, много эмоций. И мы этому рады, друзья. И у вас есть еще возможность, конечно же, к нам дозвониться. Ну а мы продолжим, продолжим сейчас. Прокопий у меня вот такой вопрос. С чего началось твое пристрастие к комиксам? В детстве кто-то подарил? Ух, это хороший вопрос, спасибо за него. На самом деле, трудно вспомнить, потому что в нашем детстве, ну, оно плавно как-то перетекло из советского детства, да, и комиксы это было не самое популярное, скажем так, развлечение, да, хотя просто было трудно их достать. И был такой стереотип, что это что-то такое глупенькое для детей. Вот, мы пытаемся сейчас развеивать этот стереотип, но, тем не менее, все равно в 90-е, в 2000-е публиковались какие-то детские комиксы, типа Микки Мауса. Моя любимая. Да, или там еще можно было что-то найти. Вот, потом появились уже супергерои Марвел, что-то такое более классическое. Сейчас очень большой спектр на рынке, продается практически все, от японских до европейских и американских, поэтому как-то вот этот... Тебе попал первый комикс, когда ты увидел? Что? Я не могу вспомнить. Вот, правда, не могу вспомнить, но, наверное, это было что-то такое классное, что меня прям так зацепило, да. Вот, в детстве я еще коллекционировал комиксы про Симпсонов достаточно долго, когда они выходили, но это было на волне моей любви именно к этому мультсериалу. Вот, а потом уже как-то вот пошло-поехало. Получилось. Людмила, а вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, сложно ли было собрать команду любителей комиксов здесь, в Сыктывкаре? Или вот вы вот как-то с Прокопием сразу нашли друг друга и начали развивать этот движок? Вообще, это все произошло очень случайно, поэтому не могу сказать, сложно или легко. Как-то все вместе так слилось. Ну, каким образом? Как сыгралась команда-то? Вот сейчас я вижу настоящую команду здесь. Они уже, да, тренируются. Ребята, болеющие этим делом. Красавцы. На самом деле, надо сказать, что началось все с юношеской библиотеки Республики Коми, где начал в 2013 году собираться клуб любителей комиксов и сериалов. Но до этого у нас был клуб любителей сериала «Доктор Кто». Да, и вот, собственно, с этих двух клубов с любителей «Доктора Кто» и с любителей комиксов и сериалов они как-то вот соединились, и спустя какое-то время это все превратилось в наш фестиваль «Сырком». А я вот хочу спросить у наших музыкантов. Вы интересуетесь комиксами? Ну, это дело... Или интересовались, или... Ну, в детстве, конечно, яркие картинки, интересные сюжеты, захватывающие такие приключения, с суперспособностями, супергероями. Как это может вообще не цепануть? Ну, а вот мы считаем, что у вас есть суперспособности, потому что вы владеете музыкальным инструментом, и, надеюсь, вы сейчас покажете свои суперспособности нам. То есть, сыгань. То есть, да. То есть, сыгань, да, именно это. Так мягко мы не... Мягко подошли. Итак, группа «Джаз дует» в прямом эфире Юргена из «Очетной пятницы». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Невероятно! Руботчат дует за счет на пятницы! Браво! Зарядили своей энергией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 469060 наш телефон. Вы можете задавать вопросы, голосовать за наших героев. Сегодня у нас в студии организаторы фестиваля Сыркон. Прокопий Улешов, Людмила Бженбахова. И звоните, друзья. У нас супергерой сегодня. У нас суперская сегодня. Супергеройская программа, да. Прокопий, вот сейчас у меня, наверное, к вам такой вопрос самый насущный. Откуда вообще название Сыркон? Почему так? С чем едят Сыркон? Что происходит? Это самый, наверное, ожидаемый вопрос, который сегодня мог только прозвучать в этой программе. Ты подготовился. Ты подготовился. Я подготовился. Так, сейчас по тексту попытаюсь. Значит, Сыркон – это словосочетание образованное, точнее, название образовано от словосочетания «Сыктывкарский конвент». То есть традиционно словом «конвент» называют все вот эти гик-комикс-фестивали по всему миру. Есть Комик-кон в Америке. Сейчас у нас в Москве и Питере тоже проводятся свои локальные Комик-коны. И так уж пошло, что вот эта частичка кон добавляется практически к любому комикс-фестивалю по всему миру. Там есть у нас в Питере «Старкон», есть «Екон» в Екатеринбурге. В общем, очень много всяких конов. И вот у нас в «Сыктывкаре» от слова «Сыктывкар» сокращенно «сыр». Вкусное название получилось. Получилось как-то так. Ну, очень кайфово. А мы, наверное, посмотрим, каким был первый фестиваль «Сыркона». У нас как раз сохранился сюжет студенческого медиа-цента «Вербум из Гуми» Петерима Сорокина. Давайте посмотрим. Смотрим. «Сыркона» Как долго вы делали костюм? Около двух месяцев. Куртки шили самостоятельно. Все остальное шилось, кроме ремней и сапог. Здесь каждый мог выбрать площадку на свой вкус. Настольные видеоигры, лектории, комикс-маркет, различные мастер-классы и косплей-дефиле. На время «Сыркона» библиотека перестала быть хранилищем книг, а превратилась в место, где можно отлично провести свое свободное время. Атмосфера располагала к новым знакомствам. Ребята, которые до этого никогда не виделись, с легкостью нашли общие темы для разговора. Слушайте, ребят, мы сейчас посмотрели, как прошел прошлый фестиваль. Чего нового ждать от этого? Вот смотрите, у нас первый фестиваль в таком экспериментальном формате на площадке юношеской библиотеки состоялся в октябре 2015 года. Весной прошлого года, опять же, в экспериментальном лайт-формате в мае он прошел на площадке одного торгово-развлекательного центра нашего города. В этом году это гораздо больший масштаб, это Центр культурных инициатив ЮГР, и это гораздо большее количество площадок, гораздо большее количество людей, участников. Да у нас только вот косплееров как раз. Какие герои подали заявки? Железный человек будет? Женщина-кошка? Как вы угадали? Сирин, если ты пойдешь, то раскроем несколько секретов. Я только в костюме встали, если могу. Как вы решили? Раскроем несколько секретов. У нас точно уже заявлены на косплее-дефиле Дарт Вейдер, Джокер, Железный человек. В общем, очень много известных. Вот кого-то из этих ребят можно будет увидеть там? Можно будет увидеть Человека-паука. Человека-паука можно будет увидеть. А давайте Человека-паука, скажи, пожалуйста, как давно ты стал тем, кем ты есть? Кто ты есть? Ну, как паук укусил, так и стал. Спасибо! Ходили на паучью ферму, собственно, паук укусил, пока я фоткал Мэри Джейми, все. Ну что ж, друзья, мы приглашаем наших зрителей 1 апреля на фестиваль «Сыркон» в Центр культурных инициатив «ЮГОР». Приходите, будет нереально круто, абсолютно точек. Да, про копий. У меня еще такой вопрос. А как вы решили вообще замахнуться на фестиваль? Замахнуться? Замахнуться вот... Как мы решили замахнуться на фестиваль? Да вот просто взяли и замахнулись, потому что... От нечего делать, видимо. Видимо, слишком много свободного времени у нас. Нет, на самом деле... Было. Самое честное. Было, да, до того дня, как мы начали заниматься всей этой комикс-движухой. Нет, вот если серьезно говорить, то фестиваль просто... Ну, он должен быть в Сыктывкаре, да? У нас столько таких талантливых ребят. И я говорю не только про тех, кто делает костюмы, да? У нас же будет Электорий, у нас будут разные мастер-классы. Друзья, вот помимо того, что у вас будет, мы знаем, что у вас с собой есть. Принесли с собой не с пустыми руками. Да, вот начнем как раз с нашей небольшой мини-подборки комиксов. Начинаем развеивать... А про сыктывкарских супергероев? А, про сыктывкарских супергероев. Давайте, давайте снимем. Давайте о них. Давайте. У нас есть супер-премьера, специально для канала Юрген, для программы «Зачетная пятница». Это премьера сыктывкарской команды супергероев. Сыктывкарской лиги справедливости. Сейчас мы по одному за другим пойдем по этим героям, расскажем, кто они такие. И я не знаю, может, вам понравится. Да, начинаем. Итак, наш первый супергерой – это Суперморт. Такая аллюзия на Супермена, только в традиционном комик-костюме. Защитник справедливости и добра во всем мире комик-коме. То есть, все то же самое, просто Суперморт. Нет, у него еще классная борода. Вот, Супермена его не держит. И Шандыбан на груди. И Шандыбан. Вот, поэтому, да. Это женщина-коммуна. Соответственно, символ главной улицы нашего города. Защищает одну улицу. Превосходно. Можно найти в ее образе. Вот Стеллу тут видно у нее на коллеге. На самой части, куда обычно все смотрят мужчины. Да. Вот, такой вот супергерой. Так. Так, кто у нас еще есть? Маньпупумэн. Это, соответственно, супергерой, вдохновленный нашим знаменитым плотом. Маньпупумер. Это они в один... Это то, что называешь, что-то вызываешь. Все останутся, объединяются в один. Да. Большой такой... Трансформер такой. И все, и супер. Да. И он готов крушить неправедливость. А у нас следующий герой? Серебряный лыжник. Знаменитый, есть у Марвел супергероя серебряный серфер. Вот у нас теперь серебряный лыжник в шапке Лыжня России. Классно. Все по канону. Соответственно, тоже можно его встретить на стадионе Динаво в определенные дни нашей зимы. Так. Так. Керт Морт. То есть у нас есть Керт Айка, да, знаменитый герой-легенд. Вот и новый символ Карт Киросова. Да, новый символ Карт Киросова. Наконец-то. Наконец-то. Да, тоже по сути Железный Человек, но с буквой М. Ну вот наши любимые ребята, ЛПК Мэн и Эжвабой. Тот. Смитин в поясе. На поясе знаменитая туалетная бумага, 56 метров, вот такой вот супергерой. И его помощник Эжвабой, то есть защитник всей молодежи Эжвы. И у него тут стояла тоже Эжвинская на голове. Отлично. Вот. И по-моему кто-то еще остался, или это у нас последний супергерой? Я так понимаю, что это последний супергерой. Но, друзья, на мой взгляд, после такого нужно хорошенечко немножко отойти, отдохнуть. И сегодня за отдых под хорошую музыку у нас отвечает... Супергеройскую музыку. За супергеройскую, да. Отвечает команда, группа Just Do It. Ну, сейчас, наверное, будет такая более отдыхающая все-таки музыка. Расслабьтесь, ребята. И супергероям нужно отдыхать. Супергерои расслаблены. Супергероя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Да, когда он летом, по-моему, да? Летом, просто нам летом, а когда мы... Обычно в июле. Это же так, здорово, такой праздник, мне кажется. Ну, это, конечно, абсолютно другой размах, потому что там приглашают киностудии, приглашают издателей комиксов, приглашают... И там огромное количество, тысячи-тысячи людей. И Сан-Диего живет просто эти четыре дня. Потом на деньги полученные с этих четырех дней целый год, наверное. Есть ли планы посетить? Ну, да, конечно. Планы, которые посетили вас, скажем. Для начала... Да, как Люда вообще относится к этому всему? Посетить? Хочешь ли поехать, Самат? Конечно, я очень хочу поехать. Кого вы взяла вот из этих ребят с собой? Я вам более того скажу. У Люды даже есть друзья в Сан-Диего. В Сан-Диего, да, как раз у меня есть девочка знакомая. Она сказала, что приезжай. Но, знаете, я, честно говоря, слушала, что на Комик-Кон буквально за час раскупают билеты. И там в это время, во время проведения, поднимают аренду за квартиры, там отели вообще. То есть там очень тяжело прорваться в это время. Тут надо подруге дать как бы намек. На самом деле, для начала было бы классно съездить на какой-нибудь московский или питерский Комик-Кон, потому что... Там, наверное, тоже все равно масштабное мероприятие. Огромное мероприятие тоже, я думаю, вполне сопоставимо с Сан-Диего, особенно московский и в Питере. То есть они же не одни, их много разных фестивалей в течение года. Вот. И, может быть, даже в этом году мы куда-нибудь вырвемся, чтобы обменяться опытом. И, возможно, даже будем там в костюмах, а не так, как сегодня. А в каких бы костюмах вы поехали? Вот, Людмила, в каком бы ты поехал? У меня большой спектр персонажей, которых я бы хотела обучить. А твой любимый? Ну, со злодеями еще ладно, но... Я не знаю, я бы хотел воплотить, наверное, действительно классный костюм моего любимого персонажа сериала. Это доктора из сериала «Доктор Кто». Вот. В принципе, часть костюма у меня уже есть. Осталось только там немножко добить, так сказать, добить этот костюм. Добить доктора. Добить доктора, да. Может, мы скоро увидим по улицам, как под копейщик галяет костюм доктора «Кто». На самом деле, вот в Оркута у нас уже готовы принять сиркон. Там любят комиксы. Да. И в этом убедились студенты в Оркутинского горно-экономического колледжа. Для зачетной пятницы они сняли экспресс-опрос. Давайте посмотрим. Здорово! Мы делаем опрос у людей, нравятся ли ему комиксы. И начнем мы с меня. Дракон. Вы когда-нибудь смотрели комиксы? Я, ну да, смотрела. Читали? Ну, читала, читала. Не знаю, когда маленькая была. Что вы можете рассказать, свои впечатления? Какой любимый герой? Свои впечатления? Ну, не знаю, больше всех из комиксов. Я раньше читала там аниме-комиксы, там типа Наруто, не знаю, «Унесенные призраками». Какие мои впечатления? Ну да, «Манга» я читала. Какие мои впечатления? Ну, не знаю, в детстве читала, сейчас как-то не знаю. Сейчас я предпочитаю более какие-то взрослые книжки читать. Вы когда-нибудь читали комиксы? Да, читал. Какой ваш любимый герой? У меня Бэтланд. В основном это именно мозг, то есть спланировать, организовать и сделать так, чтобы они именно сидели, а не убивать их налево-направо. Это и была главной задачей. И за это я его и любил. Вы знаете, что такое комиксы? Да. Смотрели, читали когда-нибудь? Какой ваш любимый герой? Оки. Спасибо. С комиксами? Да. Знаете, что это такое? Да. Смотрели, читали когда-нибудь? Читал. Читали? Кто ваш любимый герой? Человек-паук. Круто. Как относитесь к новому Человек-пауку? Нормально. Нормально? На меня он любит. А почему он нравится? Ну, он как бы лучше там. И этот, ну, смешнее, он там на позитиве постоянно. Каких знаешь персонажей? Кто твой любимый? Кто там на лице кричит? Кривесного человека. Халка. Вы знаете, что такое комиксы? Да. Смотрели, читали? Да. Я смотрела. Мне нравятся фильмы по комиксам. Marvel, DC. А какой любимый герой? Ну, мне нравится Дэдпул и еще больше всего Капитан Америка. Почему? Ну, потому что он, знаете, такое воплощение патриотизма. Он очень любит свою страну, свою родину. И он многим пожертвовал ради того, чтобы его страна жила хорошо. И он любит своих родственников, своих друзей. А Дэдпул? А Дэдпул, он просто смешной. И, ну, знаете... И музыка у него классная. Да. Мой любимый герой – это Лохи. Вот так вот, пока мы смотрели вопрос от Воркуты, к нам поступил звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Женя. Жень, как проводите свою пятницу? Ну и, собственно, ваш вопрос к нашим гостям. Пятницу я провожу себя перед телевизором, смотрю вас. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас в планах написать свой собственный комикс? И если да, то опишите главного героя. Спасибо. Спасибо вам большое, Женя. Ребята, пожалуйста, отвечайте. Очень круто вопрос. Серьезный такой вопрос. Людмила, вы же знаменитый автор комиксов. Нет, на самом деле... Спасибо, Евгения, большое за ваш вопрос. На самом деле, у меня есть такие темные стороны моей карьеры, моей биографии, когда я действительно рисовал сам комикс. У меня был один такой достаточно, ну, в определенных кругах известный комикс. Он назывался «Разрушатор». Это была пародия на «Терминатора», только в русских реалиях. Он был такой комедийный, юристический. Да, вот. Ну, в принципе, он нормально заходил, но потом просто руки как-то... Не было времени заниматься. Вот, может быть, стоит его вернуть. А так, на самом деле, идеи витают в воздухе. И можно сделать... Вот, смотрите, у нас были сектакарские супергерои. Ну, почему бы про них не нарисовать комикс? Да, друзья, в этом вам удачи, да, собственно. Только вперед. Да, вообще, какие планы по развитию проекта? Вообще, наша главная цель, да, вот в нашем проекте – это разрушить стереотип о том, что комиксы – это просто вот... Почему-то все говорят только о супергероях, и нас это очень расстраивает. Потому что есть вот... Я буквально два слова. Есть вот такие замечательные комиксы, как этот единственный в мире комикс, обладатель Кулитцеровской премии «Маус». Это биографический комикс, повествующий о страданиях евреев в концлагерях. И он из по форме видеокомикса, издан в Америке 20 лет назад. Вот у нас тоже прекрасно был издан несколько лет назад. И это такая проницательная история, которая не может оставить никого равнодушным. Или вот очень известный инди-комикс «Скотт Пилигрим», который с кучей отсылок на разные видеоигры, поп-культуру, на взаимоотношения полов и так далее. Есть замечательные европейские комиксы, вот как у «Северина», например, комикс «Блэксет». Это вообще считается одним из самых высокохудожественных комиксов последних лет. Вот можно крупным планом показать. Там нельзя все картинки показывать, там категория 18. Да, тут, кстати, категория 18. Да, это комикс категория 18. Северина смотрел уже внимательно. Поэтому я хочу сказать вам только то, что мир комиксов настолько безграничен, и им вдохновлено столько... Что он не останавливается на героях. Я знаю, друзья, что впервые в нашей программе сейчас обычно наши ведущие готовят испытания для гостей. Сегодня будет все наоборот. Мир комиксов диктует свои правила. И, Прокопьев, что ты приготовил с Людмилой для Григория Екатерины? Ребят, мы невероятно волнуемся теперь. А у меня по сценарию песня. Да, у нас маленький интерактив для вас, ребята. Тут не только будет о комиксах, но о поп-культуре в целом. То есть тут будут отсылки и к мультфильмам, и к кино. Конкурс называется «Угадай локацию». Или «Что это за место». То есть вам будет показана на экране картинка. Как одна команда. Да, вы как одна команда. Ну, можете друг против друга. И севериную. Никаких. За беда назад. Вам будут показаны различные места из разных известных франшиз, комиксов, фильмов. Вам нужно будет угадать, что это за место. На самом деле, достаточно простой конкурс. Давайте попробуем, и наши ребята вам помогут. Поехали. Отлично. Давайте. Угадай локацию. Итак, что это за место? Да, погодите, это же... Да ладно, ну что вы. Ну это же простоквашина. Это простоквашина. Конечно. Северин, а не балкали Северину. Я-то еще в Союзе родился, Таня. Что-то вспомнил. Так, поехали дальше. Вот что это за задание? Фьюстон, у нас проблема. Достаточно известная, на самом деле, форма. 101 Далматинец. Нет. Я хочу помощи Человека-Пока. Ну я думаю, это школа, в которой я учусь. Невероятно. Школа, в которой ты учишься? Ну, очень близко, кстати. Похожие ребята учатся. Да, похожие ребята. Это школа профессора Оксавера из Люди Икс. Да, вот точно. Я так не понял. Да, ты так и знал. Просто молчал. Дальше мы готовы. Следующий. Ну, звездные войны, ребята. Звездные войны. Только нужно назвать правильно планету, которая... Бикини-ботом. Что? Бикини-ботом? Я не смотрел про Звездные войны, но думаю, что это Бикини-ботом. Дэдпула не слышал. Я говорю, я не смотрел Звездные войны, но уверен, что это Бикини-ботом. Нет. Плохо вижу сквозь маску. Это же из золотина, какая-то там базар. Нет. Это все-таки... Да мы еще угадали. Это просто заболевали. Это планета Татуин. Знаменитая планета. Ты был близок. Я был близок. Поехали дальше. Дальше. Тут понятно. Вот что это за здание? Это метрополис. Если я люблю метрополис. Я знал. Это здание Daily Planet, газета, где работает Квардер Кент. Да, он же Супермен. Все верно. Какой-то Кент. Что это за метод? Что происходит вообще сегодня? Это Counter-Strike карта, которая... Это же Комсона. Да, да. Наверное. Это что? GTA? GTA, все точно. Нет. Франдресс. Дальше. Отлично. Сложнее. Война престолов. Игра престолов. Игра престолов. Да, точно. Может кто-то рискнет. Уже стащил. Название этой крепости из Игры престолов. Со словом зима. У нас есть свободное полгода. Винтерфелл. Винтерфелл. Все точно. Я не знаю, у кого столько баллов. Это Футурама. Футурама, точно. Да, Planet Express с Футурамой. Дальше. Ого, это что? Ласточки на гнездо. И это правильно. Что это? Человек-паук знает ответ. Хогвартс. Хогвартс из Гэри Поттера. Точно. Ну, такой ракурс у него. Тайна третьей планеты. Тайна третьей планеты. Да, какая планета? Татуин. Не было несколько фотографий. Знаменитая планета. Там еще такие жили. Это шелезяка, судя по всему. Да, планета шелезяка. Точно. Ну что, кажется, все угадали. Ну, слушайте, честно, это было очень мгновительно. Круто и нелегко. А еще есть? Еще есть, отлично. Поехали, последняя. А, ну вот. Это дом железного человека. Да. Дача, Иван. Все верно? Да, абсолютно точно, ребята. Отлично. Ну, слушай, Гриш, мне кажется, после этого наш авторитет как-то пал. Мы не такие эксперты, как-то. Погрузились и проходить испытания. Мы никогда бы не сдали зачет в зачетной пятнице. Спасибо. Что вот дает участие в таких вот фестивалях? Вот просто, что должно вот человеке, так скажем, повернуться, сдвинуться, чтобы он взял просто, пошел или заказал в интернете, или сделал костюм какого-то супергероя? Ну, я, трудно сказать. Наличие денег. Потому что это все очень индивидуально. Просто да, вот эта гик-культура, популярная культура, она настолько обширная, там столько увлечений, что даже, не знаю. Да, то есть это зависит от каждого конкретного человека, если у него в детстве были какие-то интересы, и он их хочет дальше продолжать. То есть возрастных ограничений нет? Нет. Более того, я вам скажу, у нас читают лекции преподаватели Коми-научного центра, да, вот по области популярной культуры, преподаватели Сыктывкарского университета в этом году у нас на фестивале. И в костюмах супергероев что-то? Возможно. Надо с ними об этом поговорить, если кто-то хочет увидеть своего преподавателя по математике. И плюс это просто очень весело, потому что нужно всегда найти себе единомышленников, поиграть с ними в настолки. Обсудить какого-то популярного героя или любимый комикс, выиграть призы, в конце концов, в наших конкурсах почти таких же, как вот мы сейчас с вами провели. То есть много всяких. Мне интересно, вот, ну, что бы мы ни говорили, все равно вот здесь за масками прячутся ребята. Ребята, как вы пришли к этому? Да, я пришел по коммунистическому библиотеку, там проводился первый сиркон, шел, смотрю, там народ собрался, думаю, дай загляну. Ну, слушай, а вот сейчас к нам заглянули наши зрители, да, и звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Мой вопрос к Человекам-паукам. Ребят, скажите, как спасти мир? Вас перепутали. Еще раз повторите, пожалуйста. Как спасти мир? Как спасти мир? Ну да, Человек-паук, отвечай. Спасибо за этот актуальный вопрос на сегодняшний день. Много кто может спасти мир, смотря на него как на какой-то предмет, который нужно спасать. Я бы сказал, главное его не погубить, и тем уже можно его спасти в каком-то смысле. Главное быть хорошим человеком, да? Надо быть хорошим человеком-пауком для этого. Вот, собственно, весь икредит. Который сидит рядом с тобой. Человек-паук, у тебя такая форма. Так, надо ставить? Настоящий человек-паук. Как ты спасаешь мир? Да просто летаю по городу. Как ты нервнодерживаешься? От вышки к вышке между ними так прыгаю просто. Ты в каре сложно спаутина. У тебя проблемы здесь. Да, вот приходится пешком ходить, с собой таскаю своего второго Человека-паука, который Дэдпул, но ничего страшного. Нет, на самом деле времена, когда вас путали, уже прошли. Уже прошел с большим успехом этот фильм, и теперь все знают, кто именно этот фильм. Все, да не все про Коби. Ты понимаешь, времена прошли, а осадочек-то остался. А вот у меня есть еще один вопрос. Вот у нас здесь сидит замечательный персонаж, герой. Ты кто? Или просто человек. Или просто человек, да? Да, ты кто? Ну, на самом деле, это просто костюм, который мне захотелось нарисовать и потом сделать. Костюм кого? Костюм мага. Его зовут Идан. Откуда он? Ну, какая у него история? История, конечно, у него довольно увлекательная. Рассказывать ее я, конечно, не буду. Потому что он, конечно, в комиксе. Я не знаю, что мы увлекательны. Лучший гость. Да, я... На самом деле, что мы хотели вообще показать нашими гостями, да, что вот косплей, или когда ты превоплощаешься в героя, может быть разным. Это может быть вот простой, например, да, ты просто... Он очень милый. Это называется этот кигууми, да, стиль, когда ты просто надеваешься и такую пижамку, и тоже как бы изображаешь персонажа. Можно что-то такое средненькое, да, и популярное. А можно просто действительно создать своего оригинал персонажа и воплотить его в костюме, и показать всему миру как бы нового героя. И это тоже очень классно. Очень. Прокопий, вот я несколько лет назад был в Перми, в командировке, и видел, что по улице шли вот как раз переодеты в разные герои люди. Вот это был солнечный какой-то летний день, по-моему. Толпа, вот человек 50, наверное, в разных костюмах. И как-то вот все нормально на это реагировали. Вот если представить такую картину в Сыктывкаре, Людмила, Прокопий, как вы думаете, как будут реагировать? Нормально отнесутся? Я скажу, что за дебилы это? Я вам более того скажу, мы можем, да. Я, кстати, помню, что на самом деле это ведь то, что мы начали делать, это не особо ново. У нас в городе проходили до этого аниме-патия. Их устраивало аниме. Тусовка. Тусовка. Да, аниме-тусовка, и их устраивало. И я прекрасно помню, как мы тоже гуляли с ребятами в костюмах. Ну, бывало, конечно, странная реакция была. Друзья, мы вот сейчас вспомнили одно из событий. Давайте мы немножечко подытожим вообще, что, где, когда, куда бежать всем вообще, чтобы стать вот частью всей этой культуры. В двух словах. Центр культурных инициатив ЮГР. Следующая суббота, 1 апреля 2017 года, в День смеха. Будем смеяться, веселиться с 13 часов до 21.00. Целый день. Очень много площадок. Всем обещаем хорошее настроение и что-то по душе. Если вы не любите комиксы, приходите поиграть в настолки. Если вы не любите в настолки, приходите поиграть в видеоигры. Если вы не любите в видеоигры, ну, просто приходите, купите себе какой-то сувенирчик. А мы, Прокопий, любим итоги. Итак, очень важно. Выходи к нам. Подходите к гостям, вставай. Давайте сейчас заглянем. Заглянем на страничку ВКонтакте. Вот сюда давайте посмотрим. Смотрим, зачет, не зачет. Итак. Внимание. И. Оу. Отлично. Команда супергероев побеждает. Сегодня у нас. Это злодеи 20%. Да. Ну что ж, а мы с вами, друзья, вообще прощаемся ровно на неделю, когда к нам прибудет студию Студенческая весна. До встречи на телеканале Юрган. 20-30. А сейчас для вас поет Just Do It. Чтоб вам было не грустно в эту пятницу. Каждый сам может стать супергероем. Just Do It в зачетной пятнице. Пока. Пока. Ура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok